Казахстан 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 Продолжение следует... 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 Прозвучали слова, он говорит, если раньше мы ездили, нас приглашали в Казахстан, чтобы мы поделились своим опытом демократии, опытом построения межэтнического, межконфессионального общества, абсолютно толерантного друг к другу, то сегодня приехал Казахстан нас учить, и мы с удовольствием этот опыт воспринимаем. Вот такими прямыми словами мы и доложили об этом президенту, он улыбнулся и говорит, научили ребятам, ну конечно, мы же тоже поделились опытом, мы тоже дали понятие, что Казахстан сегодня владеет этой ситуацией, и он способен развиваться. А прошло уже 5 лет, то есть это было 15 лет ассамблеи, сегодня 20 лет ассамблеи, как Джуматай Алиевич вот сейчас заметил о том, что мы сегодня уже можем действительно подвести серьезный итог, и о чем собственно было вот на юбилейной сессии и глава государства в своем выступлении, и участники ассамблеи народа Казахстан в своем выступлении об этом сказали. И поэтому сегодняшняя конференция это как уже продолжение, мы идем шаг за шагом, это как продолжение тех мероприятий, которые были запланированы в нашей стране в год ассамблеи народа Казахстана. Вот как бы так преамбуле хотелось бы донести до вас, уважаемые государственные журналисты, основные мысли, основные идеи этой конференции. Я благодарю вас, уважаемые коллеги, если есть желающие задавать вопросы, пожалуйста, поднимаем руки. Итак, первый вопрос. Пожалуйста, представьтесь, какое СМИ вы представляете. Маляка Шакенова, информационное агентство Бенюз Киезе. У меня вот такой вопрос. Казахстан общепризнанно является страной, которая сохраняет межконфессиональное согласие и мир. Каким образом казахстанская модель может быть применена к соседним государствам? Спасибо. Я думаю, что сейчас применяется. Практически ассамблеи народа Казахстана работают с Киргизией, с Россией. Я бытность, вот мы ездили по всем странам Европы, Америки. И ведь поймите, что Казахстан стал руководителем в свое время ОБСЕ, и то, что наша толерантность. И, конечно, именно такой опыт, это такой, что именно глава государства руководит ассамблей. Глава государства создал целую систему отделов администрации президента. Все Акимов областей являются председателем малых ассамблей. Вот это уникальный институт. Я надеюсь, что и вы, журналисты, должны помогать, и весь мир должны слышать в этом направлении. Я думаю, что даже Россия сейчас создала министерство по национальности и все другие. Вот та наша дружба, толерантность, она, я думаю, что и сегодня руководитель национальных министерств, верховный комиссар, заметила, что опыт очень серьезный. То есть она изучается и в организации объединенных наций. Ну, думаю, что недалек тот день, что наш опыт будет принимать, и надеемся, что локальные конфликты вот этих не будет. Спасибо. Следующий вопрос. Стратегия. Здравствуйте. Стратегия 2050. Нарата Наркулова. Вот мы формируем уникальную модель, да, единство. В чем заключается ее успех, и в чем вообще заключается, да, патриотизм именно казахстанцев, по вашему мнению? Первый успех. Глава государства, руководитель ассамблеи. Второе. Казахи ответственны, как государообразующая нация, ответственны за спокойствие, за толерантность, за мир и согласие в государстве. Все, независимо от национальности, это граждане Казахстана, у них общая родина, это Казахстан. Всех патриотизм мы воспитываем. Вот это две... И дальше рост экономики, она дальше будет поднимать казахстанский патриотизм. Сейчас мы все говорят казахстанцы. За рубежом они говорят, мы казахи, мы казахстанцы. То есть понятие казах-казахстанцы, казахстанская нация сегодня. Поэтому мы это должны беречь. Это гордость не только казахов, но и всех представителей нации. Мы показываем великую толерантность, великий свой ум. Каждый представитель нации, то, что они вписались, все другие провалы национальной политики, не смог. Ни Владимир Ильич Ленин, ни Карл Маркс, ни Иосиф Виссарионович Сталин. А именно это удалось нашему президенту, Нурстану и Обещану Назарбаеву. И весь народ за это поддерживает. Вот тут есть казахстанский патриотизм. И, наверное, если позволите добавить, если помните, на заре нашей независимости, нашей стране предрекали полный распад, сложности в экономике и так далее. Мы все были, мы свидетели, мы с вами работали тогда, мы начинали работать первой администрацией президента, который создал тогда наш президент, и который сегодня успешно работает. И вот ни разу за эти годы, я с гордостью говорил на зарубежных площадках, у нас не пролилась кровь в межэтнических конфликтах. Ни разу не было и не будет ни тогда, ни когда, пока мы живы, пока мы здоровы, мы этого просто не позволим. Это я считаю, что одно из, как бы кто бы ни провоцировал, этого не было, нет и не будет, и это одно из наших величайших тоже достижений. Ну и, наверное, вы спросили, тоже сказали о патриотизме, сегодня тоже замечательные слова прозвучали на конференции, спикер в своем докладе хорошо сказал, быть патриотом, это значит носить Казахстан в своем сердце. Я думаю, лучше уже не скажешь, поэтому вот, наверное, пусть оно, может быть, прозвучало немного как лозунг, но я думаю, что лозунги поднимали массы в бой, поднимали массы на трудовые подвиги. Я думаю, такой лозунг, носить в своем сердце Казахстан и быть патриотом, наверное, это идентично. Спасибо. Спасибо. Казахстан, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...